Раз в месяц поездка из Владивостока к другу в Уссуриск – это обязательно. С Петром Корытько Анатолия Востиновича связывает не только дружба, но и совместная работа. В конце 80-х, начале 90-х Пётр Иванович был заместителем председателя горисполкома, а Анатолий Макарович – председателем. Могли неделю работать он в своём кабинете, в своём кабинете. Каждый работающий знал своё дело, работали, не мешая совершенно, не влезая в дела, не портя никаких дел. Так что для меня осталось это самое лучшее воспоминание в работе, когда можно с человеком работать. И никогда не бояться, что тебя подседят, что-то плохо тебе будет. Мало того, что бывшие коллеги дружат между собой, до сих пор и их жёны, дети и внуки тоже дружат. Времена совместной работы называют трудными. Перекопанные дороги, обновление теплотрасс, водяных труб и канализации города, масштабные стройки домов, очистных сооружений и возведения моста на Михайловку – всё это приходилось восстанавливать за долгие годы изношенности. Мне потом поступило предложение на конкурсной основе, я обращаю внимание, на конкурсной основе занять должность генерального директора «Приморского угля». А в то время «Приморский уголь» – это 47 предприятий и организаций, более 31,5 тысячи человек работающих. Семь классов школы и горный техникум. С таким образованием Анатолий Макарович приехал служить в «Приморье» из Украины. По гранвойсках дослужился до старшины. Потом избирался депутатом Черниговского, Октябрьского, Михайловского райсоветов и Уссурийского горсовета. Я знаю, что такое доброе слово людей – это доброе всего. Поэтому я несколько раз говорю о том, что если ты любишь труд, если ты любишь учёбу, в жизни у тебя будет всё нормально. В Уссуриск Анатолий Макарович заезжает и к внуку, который пошёл по его стопам. Он работает в угольной промышленности. Горнятским делом занимался и сын Анатолия Васиновича. Теперь он работает в ДВФУ. Дочь Галина имеет научные степени. У любого человека самое большое богатство – это когда дети, когда внуки, я бы сказал, не испорченные дурными привычками. А я имею в виду алкоголь, я имею в виду наркоту и другие подобные привычки. По словам Анатолия Макаровича, он гордится своей семьёй и считает, что детям он дал правильное воспитание. А отдых на природе, охота и рыбалка называют семейным хобби. Ему очень нравится рыбалка, он предпочитает огромное. К этому виду спорта, я бы так сказал. Он собирается, с семьёй собираемся, выезжаем куда-то в Тайбу, где-то на горную речку, на лодках. Это действительно, это тоже определенная своего рода традиция. Паларки, дикая местность. Сейчас Анатолий Макарович занимается общественной работой, выступает на научных семинарах, в том числе международных, а также помогает развивать угольную промышленность страны.